Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сети этой недели. Собственно, еще одна неделя пролетела с кучей фундаментальных событий. Я бы не сказал, что что-то радиально противоположное, либо сильно отличающееся от того, что мы с вами анализировали неделю назад, случилось. Однако, тренды, которые были заложены в основу еще много месяцев назад, это тренды, прежде всего, связанные с укреплением курса американской валюты и слабость ряда рисковых активов, они, пожалуй, стали еще более выраженными. По крайней мере, с отсылкой на события фундаментальные этой недели мы уж точно можем добавить и выделить еще несколько важных аргументов, почему, собственно, доллар ведет себя так, как ведет, и что с ним может произойти дальше. Параллельно, собственно, с недели мы закрываем еще один месяц, друзья, начинаем ориентироваться уже на декабрь, правда, до него еще, конечно же, далеко, но декабрь для нас, для покупателей доллара, это такой же важный, собственно, сезон, месяц, года, поскольку на декабрь у нас едут за текущие ожидания по следующему повышению ставки, опять же, благодаря тому, что данную позицию подтвердил сам Федрезерв, можно сказать, в лице Джерома Апава. Мы вернемся и будем продолжать возвращаться к тому, что самонетарная политика происходит по штатам, это очень важно, и я хочу, друзья, чтобы вы четко понимали, в принципе, на основании чего представители Федрезерва настолько оптимистичны в отношении экономики, действительно ли эти основания объективные, отражающие реальную картину, и действительно ли их можно использовать для того, чтобы ставить на долгосрочный рост американской валюты, который, как вы знаете, априори должен привести, разумеется, к слабости рисковых инструментов. Сразу же, забегая вперед, хочу отметить, что на следующей неделе, поскольку мы начинаем с вами новый месяц, нас ждут очень важные данные по штатам, это классическая статистика по американскому рынку труда, non-farm peril, традиционные отчеты по количеству новых рабочих мест, это следующая пятница, поэтому скучать нам точно не придется, друзья, у нас будет много событий, много отчетов, поэтому с большим удовольствием вас всех приглашаю на ежедневные брифинги, которые проходят каждый день в 9.30 по московскому времени, где мы вместе с вами будем разбирать все, что происходит значимо на финансовых площадках. Давайте к содержанию экономического календаря, сегодня нам нужно все-таки еще отработать последнюю полноценную торговую сессию, и есть топливо, скажем, экономическое, фундаментальное, статистическое, в 11.30 нас ждут данные по темпам экономического роста Англии, в 12.00, переключаемся на статистику по инфляции в еврозоне, в 15.30, эспофету подхватывают данные по индексу расходов, наличное потребление, важный очень отчет, хотя похожий, можно сказать, практически такой же, мы анализировали с вами вчера, и там получили очень хорошие цифры, я также сегодня о них с вами поговорю. В 15.30 в купе с выходом данных по США нас ждет отчет по темпам экономического роста Канады, и эта статистика приведет к однозначному движению без каких-либо витьеватостей, скажем, задумок непонятных, то есть движение должно быть предсказуемо в соответствии с теми данными, которые мы увидим. Почему я в этом уверен? Потому что буквально несколько часов назад, скажем так, завершилась конференция председателя Банка Канады Стивена Полоза, где он, как и ожидалось, подтвердил намерение позицию регулятора, ведомства, за которое он отвечает, дальше повышать процентные ставки. Ну, поскольку Канада и Банк Канады являются адаптивным регулятором, решения по росту процентных ставок будут полностью соотноситься с экономической статистикой конъюнктуры. После статистики по ВВП Канады нас ждет отчет по доверию потребителей Мичиганского индекса в 17.00 по московскому времени, соответственно, и традиционный еще один насчет для пятницы, это количество буровых Бейкер-Хьюз в 20.00 по московскому времени. День насыщен, видите, он прям расписан на протяжении всех предстоящих сессий, я имею в виду в переходе уже на европейскую сессию, потом американская сессия. Точно будет нам на что ориентироваться, и я полагаю, что закрытие этой недели будет довольно интенсивное по движению. Ну, хотелось бы это, конечно же, увидеть. Давайте теперь подробнее. Нефтянка 81.38, 81.5, 38 это закрытие прошлой торговой сессии, 81.52 это текущие котировки. Нефть застопается в дальнейшем движении, ну, конечно же, забрались так высоко, рынку нужно либо что-то очень крутое в плане поддержки дальнейшего ралли, либо рынку нужен какой-то маломальский негативный сигнал, чтобы в моменте быстро перезагрузить настроение, и в данном случае эта перезагрузка нами будет восприниматься как возможность коррекции ухода снова ниже 80 долларов за баррель. За вчерашний день, что можно было бы выделить интересного? Ну, все участники рынка продолжают дискутировать, гадать, о каких же мерах США говорили, и в частности, что подразумевалось Трампом, когда он фактически угрожал странам ближневосточного картеля, для них их манипуляции ценами на нефть, принять какие-то меры, пойти на какие-то шаги, чтобы, собственно, либо воздействовать напрямую на них, либо уже косвенно повлиять на котировки нефти. Мы также попробовали чуть остаться на этой теме, порассуждались с вами вчера, что это может быть продажа стратегических резервов, хотя вот последнее сообщение уже со ссылкой на первые источники в Белом доме, что такое в качестве инициативы продажи стратегических резервов, этот вопрос пока не поднимался. Другой момент, который важен, и это уже больше, может быть, такие спекулятивные ожидания совсем уж оптимистов в плане продаж, связанные с тем, что США могут смягчить свою позицию по Ирану. Хотя, друзья, я думаю, что, кстати, вот смягчение позиции по Ирану еще более, точнее, еще менее вероятный шаг со стороны США, чем, возможно, раскупорка стратегических запасов. Но в то же время нужно понимать, что Соединенные Штаты Америки действительно не заинтересованы в том, чтобы ралли дальнейшее продолжалось, и что-то им реально нужно подпринять. Возможно, нужно надавить на кого-то из представителей ближневосточного картеля. И, опять же, я бы не сказал, что угрозы США не повлияли, опять же, на отдельно взятые регионы, в частности, Саудовская Аравия. Может быть, напрямую они не делают заявление о том, что они увеличивают показатели нефтедобычи. Тем не менее, с разных источников поступает информация о том, что в Саудовской Аравии вводится в эксплуатацию, задействуется и нагружается все большее количество старых, ранее неиспользованных производственных мощностей. В конце концов, производство нефти увеличивается и в планах на сентябрь-октябрь увеличить показатели нефтедобычи на 300 тысяч. Напоминаю, что для тех, кто верит, что Иран станет причиной дефицита предложений. Вот на текущий момент, при том, что очень многие уже перестали работать с иранской нефтью, рынок не досчитывается со стороны этого государства от 400 до 500 тысяч баррелей в сутки. При этом, только лишь одна Саудовская Аравия уже фактически покрыла весь этот объем, который не поступает на рынок со стороны Ирана. И если мы с вами будем рассуждать той же плоскости, я думаю, что и без моих каких-то статистических подтверждений, реальных цифр и фактов, вы придете к выводу, что Саудовская Аравия – это далеко не единственный представитель крупнейших производителей нефти, которые сейчас увеличивают нефтедобычу. Однако, когда на рынок придет все-таки понимание, что не так страшна вот эта ситуация с Ираном, мы вернемся к теме уже не то чтобы нехватки предложений, а напротив избыточного предложения, которое точно не будет соотноситься со спросом. Поэтому сейчас для медведей, то есть лично для меня, как для продавца нефти, важно понимание следующего, как быстро на рынок придет осознание, что угроза дефицита, она не есть таковой, дефицита предложения со стороны Ирана, и как быстро все-таки реально на котировки нефти повлияют США. Я не знаю, какой из этих факторов все-таки проявит и предположение проявит себя быстрее, но, наверное, и не важно, имеет значение только то, что и в первом, и во втором случае мы с вами ожидаем снижения стоимости нефти. Хочу отметить, что традиционно для пятницы после состоявшегося ралли такая привычная рыночная практика и тактика, это в соответствии с которой принимаются решения о закрытии длинных позиций, уже с учетом того, что удалось очень много заработать, это выжимка и принудительная фиксация ордеров. Соответственно, можно сказать, что это решение будет приниматься сегодня. Лично, если я был спекулянтом, опять же, в отношении рынка нефти, мне удалось бы прокатиться так и высоко, подумал бы действительно, а не стоит ли на факте серьезной перекупленности что-то уже сделать с позициями, может быть, о кэше части результата. Возможно, это будет подходом для многих трейдеров. Соответственно, рубль 65-61, здесь все будет зависеть от того, что дальше произойдет с нефтянкой. Хочу сразу же отметить и добавить, что прежнего фактора поддержки для рубля это налогового периода как такового уже нету, и я бы даже не сказал, что можно сейчас использовать для того, чтобы оправдывать еще большее укрепление рубля. Вроде бы и с техническими факторами мы тоже разобрались, если потенциал коррекции был, он уже исчерпан. Значит, ждем разворота котировок нефти и ждем, что давление на рубль возобновится, пусть не так интенсивно, как раньше, потому что раньше мы все-таки обсуждали еще и сенсационные вопросы. К этому, я думаю, мы с вами вернемся непременно и неизбежно, правда, чуть позже, ближе к ноябрю, когда Штаты, собственно, через Конгресс протащат следующий план новых финансово-экономических ограничений для российской экономики. О них мы, безусловно, еще поговорим, но забегая вперед уже на несколько месяцев, хочу отметить, что по комментариям самих Штатов, это будет в прямом смысле самый серьезный удар по состоянию российской экономики. Доллар японская иена 113.50 – это текущие котировки, соответственно, мы с вами видели и хай повыше в рамках вчерашней торговой сессии. Не думаю, что в отношении доллара должны быть какие-то сейчас вопросы, почему он растет, и я думаю, что ралли после решения Федрезерва могло быть даже еще более выраженным. Есть ли сейчас необходимость возвращаться снова к итогам заседания Федрезерва? Я думаю, что нет, но тезисно повторю, что ставку повысили, и представители американского регулятора приняли решение единогласно, подтвердив и подчеркнув, снова обратив внимание всей общественности, что так хорошо Штаты не чувствовали себя очень давно. Подтверждение буквально этих слов, буквально через день после заседания Федрезерва мы получили с вами целый блок статистики. Собственно, вчера это темпы экономического роста за второй квартал. 4,2% показатель, который мы увидели, цифра внушительная, это действительно суперрезультат. Не знаю уж, заслуга ли это Трампа, но, наверное, не суть важна. Трамп отвечает за американскую экономику, и, как ни крути, именно при нем экономика показывает такие результаты. Есть ли причины следственной связи? Ну, я думаю, конечно же, есть. 4,2% это максимум за последние 4 года. Заявки на пособия по безработице 214 тысяч, 202 тысяч. Вроде бы, как на первый взгляд кажется прирост, и статистика хуже. Но, снова повторяю, друзья, если показатели по заявкам держатся ниже 300 тысяч, это прогресс, это значит то, что рынок труда восстанавливается. Мы сейчас фактически на треть ниже этого уровня. Поэтому, даже если бы вышел показатель в 230 тысяч, 240 тысяч, все равно позитивной картины бы это не изменило. Индекс расходов на личное потребление, кстати, этому релизу отводит самое большое значение, влияние в рамках вчерашнего дня на рост доллара. Почему? Потому что американская экономика продолжает играться на активность потребителей. Ну и, разумеется, с учетом высоких показателей индекса расходов, мы видим то, что потребители не запасают ликвидность, которая у них есть. Они тратят это, в конце концов, под изгоняем экономику. 2,1% роста на 0,1%. Ну, для такого индикатора это очень важно. И заказан товар длительного пользования. Еще очень важная компонента всей экономики. В целом, здесь, можно сказать, чудовищный, в хорошем смысле, прогресса минус, точнее, 1,2% мы выросли до 4,5%. Ну, друзья, разумеется, это серьезный уже задел на то, чтобы нам присоединиться к тем трейдерам, которые верят в декабрьское повышение процентной ставки, потому что, ну, не вижу причины, за которые сейчас можно было бы отказываться от покупки доллара. Почему я абсолютно уверен в том, что доллар будет дальше расти? Да потому что американская валюта уже доказала, что нету никаких препятствий для роста на текущий момент. Даже геополитические риски, которые все-таки, как ни крути, являются довольно актуальными, возвращаясь в тему отношений Штатов и Китая, геополитические риски, они, в конце концов, никак, согласитесь, не сказались на подорванном спросе на доллар. Также хочу отметить, что чем больше, и мы будем уверены в том, что ставки повысятся, чем крепче будет наше ожидание того, что это неминуемое решение, тем, наверное, лучше и очевиднее эти темпы ужесточения политики будут отражаться доходности американских трежерис. Поэтому американские облигации, находящиеся выше 3%, это еще одно подспорье для нас с вами, друзья, сохранять длинные позиции. Мы ждали пробой сопротивления 113 небольшим, собственно, дождались этого уровня. Для тех, кто присоединится к сделкам только сейчас, друзья, уже вас поздравляю, потому что это правильная ставка, мы зарабатываем, и дальше будет результат только лучше. Помимо доллара и японской иены, обязательно нужно сейчас разобрать ситуацию с евро, которая снижается 1,1643. Это текущие котировки. Сегодня на повестке у нас отчет по индексу потребительских цен, собственно, по инфляции. Друзья, очень важное значение индекса потребительских цен будет для нас, поскольку мы с вами, может быть, одни из немногих, но все-таки продолжаем гадать, не торопился ли ранее Европейский Центральный Банк с анонсом такой инициативы выхода из программы количественного смягчения, анонсом скорого повышения процентной ставки. Чем больше у нас будет плохих отчетов, чем больше будет сигналов более низкой инфляции, тем крепче будет наша позиция в том, что решение по росту процентных ставок будет все-таки закидываться постоянно лично Трампом на более поздние периоды. И сейчас это не раньше конца 2019 года. Накануне Федрезерв поднял процентные ставки, и это еще один повод сейчас говорить о возможности отработки торговли на контрасте монетарных политик. Ну и самый главный риск для евро заключается даже не только в росте доллара, а в том, что буквально вчера Италия после довольно нервозной для многих сессии ожидания, целый день ожидания того, где же все-таки представленный план по бюджету. Мы вчерашний брифинг начали с вами с того, что констатировали резкие распродажи, потому что на рынок выкинули сообщение о том, что Италия так и не договорилась о проекте бюджета, точнее не договорилась о бюджетных ориентирах по дефициту. И с этой темой мы вынуждены были работать весь день, и вот буквально под самое закрытие, по-моему, в 10.00 по московскому времени, в 22.00 по московскому времени, я увидел новость о том, что решение по бюджету все-таки принято. Итальянское правительство согласовало этот документ, но вот интересно, что дефицит бюджета допускается в 2019 году на уровне 2,4% ВВП. Еврозона настоятельно рекомендовала и, мягко говоря, намекала, что Италии нужно согласовать бюджет, точнее принять возможность и вероятность дефицита только в пределах 2%. Но вот совершенно другая цифра. Это вызов для Европейского Союза, совершенно очевидно. Это начнет раздражать, собственно, представителей Европейского Союза тройку кредиторов и, безусловно, в конце концов, станет причиной, из-за которой мы с вами так и не оставим тему политических рисков для еврозоны. Еще один фактор, почему нет причин сейчас ставить на рост евро. Доллар-канадец Стивен Полос накануне, точнее несколько часов назад, по комментариям дал понять, что ставки будут повышаться. И, кстати, он первый из высокопоставленных чиновников, на которые мы ссылались в последнее время, поддержал нашу позицию, что соглашение по нафту будет достигнуто. И вот, посмотрите, сейчас доллар-канадец на пороге поддержки 1,30. Сегодня у нас еще и отчет по темпам экономического роста. Если статистика не разочарует, понятно, почему Полос уверил в скорое повышение процентной ставки. И вот этой поддержки нам, конечно, тоже нужно, потому что сейчас жизненно важно снова уйти ниже отметки 1,30, потому что только лишь нахождение пары ниже этого психологического уровня позволит нам с вами говорить и грезить вот идеей того, что пара деперется до отметки 1,25. Снова повторяю, что в данном случае лучше занять позицию того, что стакан наполовину полон, нежели пусто. Присоединяйтесь ко мне как к оптимисту в отношении неизбежного достижения прогресса по нафту, потому что Канада сохранит свое членство в рамках этого альянса. Напоминаю, что, скорее всего, решение об этом должно быть принято чуть ли не в самые ближайшие дни. Косвенно обозначали даты конца этого месяца. Но времени все меньше и меньше. Фонд против доллара тоже снижается, друзья, 1,30,76. Не устоял британец, опять же, под натиском доллара. Ну и в целом доллар, бог с ним, он не особо сейчас важен для долгосрочных ориентиров. Хотя, конечно же, умилять значимость его и факт того, что он влияет, воздействует на британца, мы ни в коем случае не будем. Но понимаем, что, будучи заинтересованными именно в долгосрочных трейдах, нужно делать ставку больше на такие же факторы долгосрочного влияния на курс. Это не доллар, это Brexit. А здесь пока что без новостей. Но касательно Брэнселя сейчас отсутствие новостей это плохо, потому что у переговорщиков не так уж и много времени, чтобы заключить это соглашение. Однако оно так вот безжалостно и расходуется в целом, и соглашения нету, больше неопределенности, больше причин и возможностей для самых мрачных и негативных прогнозов по экономике Англии. Надеюсь, друзья, то, что вы в связи с этим правильно делаете, поступаете с британцем, продавая его и ни в коем случае не покупая. То, что фунт валится довольно активно, он уже не раз нам доказывал. Австралиец, ждем решения по ставке на следующей неделе, во вторник, то есть прямо на брифинге нам будет точно о чем поговорить. По ожиданиям по ставке, конечно же, их менять не будут. Сейчас резервная банка Австралии зациклена на проблематике крайне высокой задолженности домохозяйства. И еще одна очень важная проблема, это очень скромный рост заработных плат, который упирается в низкие темпы инфляции. На таком фундаменте, в принципе, ставки расти не могут, это был бы парадокс и нонсенс. Каждый раз, когда мы убеждаемся в этом австралиице, оказывается под ударом. Сейчас котировки 0,72.19, ждем еще 200 пунктов и фиксируемся. Новозеландец 0,66, пока что не будем выжимать в плане распродаж новозеландца. У нас цель здесь другая, 0,68, нам нужно, чтобы, собственно, новозеландская валюта подросла. Будем смотреть за развитием событий в плане отношений США с Китаем и того, что будет в будущем с Китаем. Потому что сейчас на Китай, конечно же, экономика Новой Зеландии ориентируется. Но я думаю, что будут еще причины и возможности того, чтобы мы добрались до сопротивления 0,68. По крайней мере, пока что держится отметка 0,66, я считаю, друзья, не нужно оставлять, опять же, попыток поспекулировать в плане роста данного дуэта валютных активов. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Остается пожелать вам только хорошей, прибыльной торговой сессии, закрытия недели. С учетом экономического календаря, еще раз повторяюсь, день будет у нас очень жаркий. Можете выбрать для себя какой-то отчет, какой-то актив, спекулировать с ним, но что бы вы ни выбрали, самое главное, друзья, не забывайте про классические правила риск-менеджмента. И даже несмотря на то, что в отношении некоторых идей я могу звучать убедительно, прежде всего имейте в виду и знайте, что рынок, он в любом случае всех перехитрит. И, возможно, чтобы добраться до какого-то значения, ему удастся показать совершенно другое движение, не в том направлении. И не хотелось бы, чтобы этот ложный откат и движение против нашего с вами направления стало причиной, за которой вы бы несли значительные потери по вашим депозитам. Моя рекомендация по-прежнему загрузки по плечу не больше, чем 1 ГТ-сети. Это такое ключевое правило, которым лично я пользуюсь всегда и советую также и вам им не пренебегать. Хороших выходных, увидимся в понедельник в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...